Приветствую друзья на канале Scale Journal. В этом видео я хочу показать процесс окраски фигурок американских десантников в 35 масштабе, которые я планирую использовать на будущей диораме. В этом видео вы сможете посмотреть процесс окрашивания фигурок с самого начала и до конца. Для удобства покраски все фигурки у меня размещены на подставках. Каждая подставка имеет свой номер, как например здесь номер 1 и номер 4. Все детали которые мне необходимо красить отдельно я буду приносить или на бумажку соответствующим номером или же на линейку. Таким образом после покраски не нужно будет думать какая деталь принадлежит какой фигурке. В правом верхнем углу будет ссылка на черновик диорамы, также эта ссылка будет продублирована в описании под видео. Так как вопрос с названием диорамы до сих пор еще остается открытым, не поленитесь, посмотрите и предложите свои варианты в комментариях. Возможно один из ваших вариантов будет выбран в качестве названия будущей диорамы. И соответственно сегодня нам предстоит покрасить 7 фигурок. Показывать я буду на примере одной из них, так как по сути процесс окрашивания для всех одинаковый. Для начала все детали покрою в черный цвет, но так как у меня под рукой не оказалось черного грунта, буду использовать просто черную краску. в черный цвет мы накрашиваем как и отдельные детали, так и саму фигурку полностью. Первый этап окраски завершен. На следующем этапе использую белую краску. Наношу ее на фигурку примерно под углом 45 градусов сверху. Это нам позволит обозначить светлые и темные участки на фигурке. Вот таким образом выглядят фигурки после нанесения белого цвета. Следующий цвет базовый. Я его смешивал из красок Pacific 88 серии Acrylic F120 и F35. Смешивал на глаз, поэтому точные пропорции я вам не скажу. Могу только сказать, что краска очень жидко дополнительно разведена, чтобы можно было наносить прозрачными слоями. Этим цветом покрывается фигурка полностью. Краска укладывается в несколько полупрозрачных слоев, при этом теневые участки остаются темными. Сейчас вы можете это видеть на фигурках. Далее начинаем наносить базовые оттенки на элементы. Начну с ботинок. Цвет кожи. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитрыiber gez agradecer. Посадка цветового цвета. Продолжение следует. Учебно Nанхмом approaching обязанности. Цветом зеленый очень темный, буду окрашивать клапаны или накладки на брюках и на рукавах, как правильно называются эти элементы я не знаю, если у вас есть какие-то идеи, пишите их в комментарии под этим видео. Краска также жидко разведена, базовый цвет наносится в 2-3 слоя. Вот такой предварительный результат. Следующий оттенок который я буду наносить брезент хаки, несмотря на то что это серия красок под аэрограф, ее также можно наносить с помощью кисти. Этим цветом я буду окрашивать подсумки, рюкзаки и прочие подобные элементы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Следующий телесный базовый, окрашиваю лицо и руки. Опять же носил жидко разведенную в 2 слоя. Субтитры сделал DimaTorzok Не забываем, что пока что мы наносим базовые оттенки, работа с высветлениями и тенями будет производиться позже. Теперь краской древесной F112 окрашиваю деревянные элементы оружия. Краска и пушечный металл, соответственно металлический элемент оружия. Используя краску зеленой очень темной окрашиваю. ящик с патронами, который я пропустил ранее. Теперь пришло время эксперимента, буду использовать шейды от Citadel, в данном случае коричневый. Данными шейдами пройдусь полностью по всей фигурке. С помощью этой проливки я планирую усилить теневые участки для придания дополнительного объема. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того как нанесли проливку необходимо убрать излишки сразу чистой кисточкой, так как после засыхания убрать излишки уже не удастся. Вот такой предварительный результат. Теперь будем работать с усветлениями. На влажную палитру я нанес два оттенка, это соответственно базовый для униформы и цвет хаки для подсумков и рюкзаков. Добавляя в них цвет дымчато-белый я буду делать более светлые оттенки. По идее должно получиться 3-4 оттенка от более темного к более светлому. Начну с высветления подсумков. То есть я наношу неразбавленный базовый цвет, которым мы красили их изначально. Наносить нужно практически на всю поверхность, за исключением откровенно теневых участков, там где у нас залита проливка. она у нас должна остаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После добавления дымчатого белого цвета в базу начинаем наносить высветление. Площадь покрытия уже меньше. Краска очень жидко разведена. Свои наносятся полупрозрачные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На третьем этапе высветления добавляем еще дымчатого белого. И уже работаем в основном по граням и выступающим элементам, который требует дополнительного высветления и создания контраста. Краска все также разведена достаточно жидко, что позволяет делать плавные переходы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По аналогичной схеме происходит высветление и униформы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вначале выкрываем практически полностью поверхность базовым оттенком, для исключения теневых участков, где у нас залита проливка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее опять добавляем дымчато-белый в базовый, и начинаем высветлять поверхность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok На последнем этапе добавили еще дымчата белого и работаем с еще меньшей площадью. Создавая плавные переходы от тени к свету. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой результат у нас после высветления униформы и подсунгов. Теперь добавим немного розоватых оттенков на лицо и руки. Для этого буду использовать цвет телесной тени 2. Краска становится очень жидкой, практически разбавлена до состояния воды. Ну и по всей поверхности проходим, лишь слегка изменяя оттенок. У данной фигурки на каске имеются камуфляжные тряпочные вставки. Их я окрашиваю базовым цветом брезент хаки. И также на ней использую коричневую проливку ацетодель. Излишки сразу убираю ватные палочки, чтобы не было грязных пятен. Вот такая каска получилась, можно сразу ее приклеивать на суперклей к фигурке. Теперь можно переходить к нанесению декалей. Здорово, что производитель позаботился об этом и вложил их в набор. Перед нанесением декали я нанес футуру. И примерно через полчаса, после того как футура окончательно высохла, приступил к нанесению. Замачивал декаль в воде и перенес на место. После того как выровнял, использовал тамиевский марк фит. Декаль отлично подошла на свое место. Так как это фигурка рядового, то ему будет наноситься только шеврон сорло. На некоторых других фигурках также наносились звания. Далее, чтобы убрать блеск от декали и нанесенный футур, я буду опять же экспериментировать и воспользуюсь в первый раз матовым лаком от Valehi. Так как родного разбавителя у меня нет, буду использовать Airbrush Flow Improver, который я купил вместе с этим лаком. Далее, просто покрыл полностью все фигурки матовым лаком. Еще вам хочу показать заодно влажную палитру, которую использовал на протяжении нескольких дней. На ней вы можете видеть оттенки, которые применялись. Некоторые краски до сих пор еще влажные и их можно использовать, несмотря на то, что они были сюда добавлены 2-3 дня назад. Ссылку на эту важную палитру можно найти у меня на сайте. Ссылку я оставлю в правом верхнем углу, а также ссылку на нее я оставлю в описании под этим видео. Вот такой результат у меня получился. Этим результатом я доволен. Получилось покрасить относительно быстро. Ну и конечно хотелось бы услышать ваше мнение. Как вам такой формат видео? Не слишком ли длинно? Ну спрашиваю, потому что обычно мои ролики раза в два короче. Если есть какие-то предложения по формату видео, обязательно пишите об этом в комментариях видео. Еще раз хочу напомнить, что название диорамы я до сих пор не придумал. Я рассмотрю все варианты. Так что если вы хотите поучаствовать в придумывании названия, обязательно пишите свои комментарии с названием будущей диорамы в описании под этим видео. Если вам это видео понравилось, обязательно ставьте лайк, делитесь им в социальных сетях. Ну а я с вами на сегодня буду прощаться. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok